Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Бойня в Орландо – дело рук исламского государства. О всяком случае, так утверждают сами представители террористической группировки. В сообщении боевиков 29-летний Амар Маттин, устроивший стрельбу во флоридском ЛГБТ-клубе «Пульс», называется «солдатом халифата». Заявление экстремистов появилось в сети одновременно с выступлением президента США. Барак Обама, обращаясь к нации, заверил, что все обстоятельства этого акта террора и ненависти изучатся. Расследование продолжается. Ранее появилась информация, что перед совершением теракта, унесшего жизни 50 человек, мужчина позвонил в 911 и заявил о своей связи с ИГИЛ. Бойня в гей-клубе в Орландо стала не только самым массовым расстрелом в истории США, но и самым кровавым терактом со времен атак 11 сентября 2001 года. Пока расследование продолжается, но мы можем уже сказать, что это был акт террора и акт ненависти. Мы до сих пор изучаем все обстоятельства. У нас нет пока окончательного суждения относительно конкретной мотивации киллера. Это самая смертоносная стрельба в американской истории. Власти США на данном этапе не располагают информации о том, существовали ли какие-либо связи между Амаром Матином и иностранными террористическими группировками. Об этом говорится в письменном заявлении вице-президента Джо Байдена. Ничего не известно о возможных сообщниках Матина и ФБР. Это слова представителя ведомства Рональда Хоппера. Но при этом последний отметил, что в 2013 ФБР заинтересовалась флоридским стрелком, когда тот в разговорах с коллегами по работе утверждал, что связан с террористами. Бюро начало расследование, провело беседы со свидетелями, установило слежку и проверило подноготную подозреваемого. Его допрашивали дважды, но не смогли точно установить смысл его высказывания. Поэтому расследование закрыли. Терракт в Орландо вновь сделал актуальным вопрос о контроле за оборотом оружия в США. Но проблема эта наличствует не только в Соединенных Штатах. В прессе появился отчет Global Defense Trade Report, в котором приводится обзор рынков вооружений 65 стран планеты. Как выяснили авторы доклада, в 2015 году оборот оружия побил рекорд прошедших 10 лет. Он вырос более чем на 10%, достигнув объема в 65 миллиардов долларов. Годом ранее этот показатель был на отметке в 58,5 миллиардов. Такой скачок произошел во многом из-за резкого увеличения закупок военной техники Саудовской Аравии. Реат стал тратить на оружие вдвое больше в связи с участием в операции против радикалов в Йемене. Более милитаризованными, согласно отчету, стали и другие страны Ближнего Востока, а также Юго-Восточной Азии, Австралия, Южная Корея и Индия. А вот среди экспортеров оружие по-прежнему лидирует США. В 2015 году они продали его примерно на 23 миллиарда долларов. На втором месте Россия – около 7,5 миллиардов. Значительно отстающая от Вашингтона Москва, впрочем, скоро может увеличить свою долю на оружейном рынке. Иран поможет. О том, что Россия намерена наращивать объемы поставок в Исламскую Республику, в отношении которой все еще действуют международные санкции, заявил представитель Рособоронэкспорта Игорь Севастьянов. Он возглавил делегацию госкомпаний на выставке Евросеттори 2016 в Париже. Оценивая ситуацию в мире, Севастьянов пожаловался, что Москву пытаются выдавить как с новых, так и с традиционных рынков. При этом он добавил, Россию как страну-экспортера много раз списывали со счетов, но безуспешно. Если исключить НАТО, то практически во всех других странах Москва активно работает над продвижением военной техники, отметил представитель Рособоронэкспорта. Вместе с тем он выразил уверенность, что даже американские военные с удовольствием взяли бы на вооружение технику, предлагаемую на международном рынке Россией. Продолжаем. Компромисс Ангела Меркель. Канцлер Германии готова пойти на уступки для Турции, сообщает британская газета «Телеграф». По данным журналистов, Берлин может одобрить безвизовый режим для Анкары, несмотря на отказ президента Реджепа Тейпа Эрдогана выполнять все требования ЕС. Речь в первую очередь идет об антитеррористическом законодательстве. В Евросоюзе опасаются, что жесткие формулировки, содержащиеся в законе, используются турецкими властями не только против террористов, но и против политических оппонентов режима. Анкара смягчать формулировки отказывается, обвиняя Брюссель в невыполнении условий так называемого миграционного соглашения. В рамках сделки Турция принимает назад часть нелегалов, попавших в Европу через ее территорию. Германия, как ключевой игрок ЕС и государство, куда стремится большинство беженцев, теперь может пойти на уступки для сохранения этого соглашения. Как рассказали газеты «Телеграф» дипломаты, если визовый режим для Турции не будет упрощен, нетерпеливый и вспыльчивый Эрдоган откроет ворота для мигрантов в Европу. Отмечу, что недавно Бундестаг признал геноцид армян. Это вызвало бурю негодования в Анкаре. Аналитики не исключают, что ратуя за безвизовый режим между ЕС и Турцией, Меркель пытается улучшить отношения с Эрдоганом, президентом страны, которая является партнером Германии по НАТО. И напоследок в Нью-Йорке раздали самые престижные американские театральные премии Тони. 70-я церемония вручения наград проходила на сцене Театра Бейкон. Чаще всего на нее пришлось подниматься авторам и участникам мюзикла «Гамильтон», ставшего настоящим триумфатором шоу. Постановка Линн Мануэля Миранды посвящена первому министру финансов США Александру Гамильтону. Так вот, мюзикл был представлен в рекордных 16 номинациях и стал победителем в 11 из них. И хотя постановка имела ошеломительный успех, побить рекорд культового мюзикла-продюсера, взявшего в далеком 69-м году награды сразу в 12 номинациях, все-таки не удалось. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Оставайтесь на канале RTVI. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова